Александр Тимошенко Меня зовут Виктор Симкин, это мой тренер Дмитрий Савастьянов, в котором мы работаем уже долгое достаточно время, сделали огромный прогресс, перешли в бодибилдинг, но я считаю, что показали неплохой результат. Два турнира выиграли и стали финалистами на Олимпии. Я очень доволен результатом. Сегодня постояли с такими ребятами, которые были... Которые дышали тебе в пупок. Ого-го-го! По росту, по росту. Могу сказать, они еще просто дышали, как кони на сцене. Вот это да. И текли. Да, и текли. И позирование было у них не очень, но тут все решают судьи. Ну, я хочу тебе сказать, судьи решают, но больше всего в зале за тебя переживал и волновался и кричал. Дима, твой тренер. И я тебе скажу так, по его лицу, вот оно у него сейчас такое хорошее, жизнерадостное, там оно у него в зале было немножко по-другому. Дима, скажи что-нибудь. Да, я рад, что так получилось. Очень плохая организация, вот это надо сказать об этом. Мы пропустили практически свое время и, к сожалению, пришлось чуть-чуть, очень быстро ориентироваться. И в стрессовой ситуации хорошо, что вся команда у нас работала очень слаженно. Поэтому я хочу поблагодарить... Да, я хочу поблагодарить всех, кто гримировал, там вошли в положение. Всех, кто тут переживал, все, кто объяснил окончательно правило, что еще шестого человека будут вызывать. Мы рано уже переживать начали. Да, Александру Тимошенко, спасибо. Я могу сказать так, что вас ждали минут 20, ребят, на самом деле. То есть решили почему-то делать без перерыва. Вот. Да, и вот это очень плохо. Было очень многие практически... Говорит Солюцо, почему у тебя суровое? Какой у него был суровый в чайнице. Я вот поэтому говорю, что очень многие пропустили вообще категорию свою. Не вышел украинский атлет, например, в Витиной категории тоже вообще пропустил свою категорию. И это организация. И все-таки даже взять... Я скажу, он пропустил не потому, что была организация. У него несколько другая причина. Он где-то вокруг ходил, ходил, но не находился рядом. В отличие от вас, которые, так сказать, немножко по-другому... Приехали. Минута в минуту. Минута в минуту. Нет, давайте не за минуту в минуту. Витя, вот... Дальше что? Дальше что? Ну, я надеюсь, что... Пойду поесть. Ну, я понятное дело, что мы пойдем сейчас отдохнем, потому что надо голову в норму привести. Ну, у нас очень грамотная подготовка, очень грамотный подход. Я думаю, мы, как всегда, объедаться мы не будем. У нас не в этом задача, у нас задача прогрессировать и дальше совершенствоваться. И идти вперед, и никогда не останавливаться. Вперед куда? Вот это надо вот к нему просто. Сначала первым делом восстановить здоровье, восстановить голову, гормональную систему, все системы восстановить. А дальше будем думать, думать, что делать. Потому что Витина категория – это другая. Это классик-физик. Это его категория. И все подходили, даже иностранцы, португальцы подходили и говорили, что Виктор и иранцы говорят, Виктор, мы тебя видим только в классик-физик. Да, то есть нормативы наши, так сказать, европейские по классику, ему совсем не очень подходят. А вот на фоне... А на фоне, да, и он уже их выиграл. Он уже выиграл сколько? Показал это самое. А вот туда бы, так сказать, с их нормативами и с их параметрами, за исключением пятой позы. Вы меня извините. Я так и не понял, в чем заключается их пятая поза там. А, ну да, типа самая красивая, которая? Которая сам себе выбирает. И там такие выходят. Я сам, так сказать, раскорячка по жизни. Но там такие кривляки. Хочу вам пожелать всего самого хорошего. Хочу, чтобы ваш тандем не распадался, потому что я вижу, что у вас есть психологическая связь. То есть вижу, что, так сказать, возраст тут ни при чем. Видимо, есть опыт, есть желание и есть совместная какая-то жизнедеятельность. В части, так сказать, не только тренировок, видимо, и дружеское общение, да? Ну, я могу сказать одно, у нас строятся отношения. Мы ругаемся постоянно, постоянно миримся. Но я могу сказать одно, это настоящий профессионал своего дела. Я могу сказать одно, у нас одна большая команда. Моя жена – это лучший помощник вообще по жизни моей. Она выдерживает все мои капризы, всю мою шальную голову. Еще очень много людей. Это мой доктор Эдуард, который помогает и лечит постоянно мои травмы, которые постоянно происходят. Огромное спасибо Дмитрию и Оксане Ешанкиной, которые тоже меня постоянно поддерживают и верят в меня. Постоянно команду. Гусеву привет. Всей команде привет, потому что вы, ну, вы тоже в моем сердце всегда. И у нас огромная, огромная команда. Александр Тимошенко, Екатерина Абрамова, компания ВПЛАП, которая также меня очень сильно поддерживает и не дает мне расслабиться и дает только двигаться вперед. Я хочу поблагодарить вас. Огромное-огромное спасибо. А я от своего имени хочу поблагодарить вас, ребята, что, во-первых, заволокли вас на эти соревнования, потому что были сомнения, надо ли вам пробоваться или нет. Хочу поблагодарить за то, что форму, которую вы сделали, и хочу поблагодарить, что Россия, Испания, так сказать, ну, дружба. Спасибо большое. Из лапс, форева. Из лапс.